все окей такая пасмурность, сейчас наверное часа два да до сих пор такое было мы вначале хотим зайти сюда в монастырь Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь называется здесь кстати сказать ты знаешь что после смерти Кутузова его тело несколько дней здесь находилось для прощания а уж потом казанский собор да здесь можно надеть юбки нормальные юбки хорошие оденем Наталья это конечно условность но нас попросили одеть юбки надо что-то повязать что-то повязать это конечно действительно условность хорошо возьми юбку зачем ты упорно повязываешь платок я вот не очень понимаю все-таки брюки это та же юбка только шито еще посередине по большому счету как тебе помочь не просто уже выглядим как скоморохи а неужели такой Богу это надо да скоморохский вид гораздо привлекательнее для Бога ну нам сказали охранники что поделаешь здесь наверное белочки или птички вот вот этот вот высокий высокий охранник нас попросил очень-очень-очень вежливо попросил пошли а здесь птички они знают что им приносят булки семечки конечно мы тоже принесли а вот здесь вот яблочки по-моему да или были раньше или это боярышник вот там на территории вот точно были смотри белая голубка какая красивая так нет боярышник наташа смотри какая красивая а у меня семечки сейчас дам здесь есть специальное место кормления голубей ну это очень важно кормить тех у кого нету денежек кому холодно и голодно давайте ребятки вы лучше вот сюда чтобы они там сильно не толпились семечки сырые не жареные специально для для этих целей покупаемые белая голубочка там еще может быть есть но у них всегда есть в каждой церкви сейчас есть и платочек запасной и юбочка заходить нужно если хочется здесь очень красиво особенно конечно по осени там у нас есть домики для белочек белочки некрополь небольшой слушай это мы года два тому назад были да последний раз мы из Саши сюда приходили белочек тоже кормили это вот такие шарики мы их помню срывали на землю кидали и наступали они так слопались Александр Михайлович Горчаков здесь погребен выдающийся дипломат государственный канцлер Российской империи 1798 1883 85 лет прожил уже перенесли куда-нибудь может перенесли белочки были вот возле этого дома мне кажется да домик беличий домик а церковь вот здесь и вот в желтом тоже здании помнишь мы на службе присутствовали да так интересно мне показалось даже парень индийц там был помнишь скользко be careful be careful птички улетают вон косяк какие елки красивые воскресенье наверное служба может на службу попадем или поздно уже сейчас посмотрим тебе эта елочка хорошо красивая такая задорная веселит так убедительная просьба без благословения на звонницу не входить это звонница колокола но без благословения тут знаешь более убедительная замок висит даже если захочешь зайти вообще-то он открыт открыт нет мы не пойдем что нам там делать если мы звонить не умеем мы не звонари вот там вот финский залив какая-то еще тут церквушка восстанавливается кельтский крест а здесь семейное захоронение шесть человек захоронено так вкусно пахнет баней дровами какой-то прудик мостик наверное я этого прудика не видела и там там вот наверное банька посмотри вот видишь на воде прямо похоже на баньку бать пруд и налет ничего не бросать мы не бросаем дрова сложены сюда нельзя проезд и проход запрещен пошли назад не будем нарушать покой смотри кажется у них там типа огород а у них там огородик да мы с тобой в том году смотрели там что-то из скворечника упало они что-то кидают только кто они это не скворечник это с дерева белая как будто бабулки кидают может это белочки ты видела белая упала ну вон 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 кидают ты посмотри вот вот же сюда кидают а почему он так тихо работает дятел точно дятел вон ой какая прелесть ты какой труженик молодец я попробую его приближе вон Продолжение следует... 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 С кониками 600, такая кофейня. По 600 шарики какие, красивые. Ну как тебе? Вот такие по 2000 мы видели в галерее на выставке. Здесь 600. В три раза, в три с половиной. Так а ты подержи, я тебя приложу. Это я не хочу. Смотри, значит, вот такой песочный, горчичный такой, нежненький. Дальше. Розовый, серо-розовый такой. Дальше. Вот такой. Вот эти вот серо-розовые, они как питерское настроение. Так ваше шерстью пахнут. И они такие нежные на ощупь. Вот я уже показывала. Ну, здесь как бы не розовые, а больше чуть-чуть. Желтенький, веселенький. Ага. Веселенький, обхохочешься. И желтенький такой строй. Тоже веселенький. Нет, с этой стороны он веселенький. Ну, а тут и вообще такая вот передная штучка. С росписью. Кстати, на индейской похожа. На индейской, мне кажется, да. Вот, что бы ты выбрала. Ну, мне кажется, даже не шарф, а по лицине. Да, розовенькая, наверное, поскольку. Корзиночки. Такие прелестные, 1700. Что-то заплел косички. Это, наверное, дети. Дети. Смотрели, заплели косички. Кашемир. Кашемир. Мне кажется, это индейская. Кашемир, слышишь? Кашемир. Да, 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 да. Да, 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 да. Аккуратно, Ир, красиво. Да что ж, я все время корзинки роняю. Мы выбрали одинаковые. У нас вкус одинаковый. Наталья, давай опять друг другу подарим по шарфику. Давай, завтра зимнее солнцестояние или зимнее родное дирекинствие. Да. Вот, в честь... Тогда, значит, ты вот это мне подари, а я тебе это подарю. Да, да, далеко не угрожайся. Давай. Иринка, в честь завтрашнего зимнего родного дирекинствия я тебе дарю вот такую шарфику. Какая красота, боже мой. Правда, неожиданно. Неожиданно. Неожиданно, очень. И у меня для тебя подарок. Наталья, пусть этот шарф согревает тебя долгими зимнями вечерами. Знаешь, он раскрой прямо неожиданно такого же, такой же расцветки. Я укладывала, укладывала. Ну, посмотри, какой сюрприз я тебе приготовила. Иван-чай. Мёд. С битнем. Мюсли с ягодами и с битнем. Пустые. Я пойду сейчас. Надо вот эту этикеточку снять и набрать святой воды. Это я шумела. Подержи, пожалуйста. Говорят, нельзя, чтобы этикеточки были. Хорошо. Нельзя. Вот не было этого, да, для велосипедов и колясок. Не было, да. Потихонечку благоустраивают. У нас просто пасмурно. Ну, с завтрашнего дня будет денёчек длиннее. Прибавляться начнёт с дня солнцестояния. А мы друг другу так и дарим с тобой шали для утепления. Красота. Хочется обмотаться. Наталья, остатки им рассыпь, пожалуйста. А ты возьми свою обёрточку, пожалуйста. А куда они ушли-то? А что-то они на этом месте не очень. Они не хотят в нормальной столовой питаться. Смотри, их как много. Я бы и не поверила, что у них здесь такая тусовка. Если бы сама не видела при входе. Да, ладно. Остальное побудут ещё раз съедать. Думаешь? Конечно. А они же вернутся да съедят, нет? Ну, смотри. Ну, пошли, хорошо. Сейчас. Как скажешь. Повесь, пожалуйста, мою юбочку. Такая на индийскую похожая. А у них тут, видимо, котики. Видите, сколько мисочек. Котики, может, собачки. Помогите найти человека. Ергалиев Ильдар Ербалатович. 37 лет. 83-го года рождения. 17-го декабря.